Динамо Воспитанникам детского Динамо есть чем сравнивать. Они уже побывали на выездных матчах в Казахстане и в Казани. И там, говорят юные спортсмены, условия гораздо лучше. Барнаульский трансмаш планируют обновить. По заверению министра спорта края, на месте старого футбольного поля организуют крытый манеж. Команды смогут тренироваться в любое время года. Первые средства есть на то, чтобы сделать проект, потом пройти экспертизу и подходить уже к стройке. Ну, здесь, конечно, будем задумываться, что расположится, соответственно, какая школа, кто будет управлять. Но пока нам важно сделать проект. На разработку проекта уйдет год и 8 миллионов рублей. Стоимость всех строительных работ составит почти полмиллиарда. После того, как манеж будет готов, потребность в здании стадиона, считает министр, может исчезнуть. В планах перенести в манеж не только футбольное поле и раздевалки, но и административные помещения. Родители юных спортсменов ждут обновления не меньше самих ребят. Чтобы раздевалки были чистые, и все было приятно, чтобы приятно было зайти, и кафе было, и где родителям посидеть, например, чтобы дети были в условиях, как у меня ребенок говорит, мама, я хочу заходить, и чтобы моя форма висела. Но ближайшие пару лет футболистам точно придется довольствоваться тем, что есть. А в зимнее время тренироваться на других площадках. Несмотря на все ущемления, команда продолжает успешно выступать в престижных региональных и общероссийских турнирах. Ближайший из них пройдет в Томске. Пожелаем ребятам успехов. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов, Андрей Печоркин, Александр Антропов. День с толком.